Тёплый приглушённый свет, накрахмаленная скатерть, самовар и портреты юноши с воодушевлённым лицом. Это Сергей Есенин, настоящий, искренний и самобытный поэт. На сцене культурно-досугового центра молодёжные постарались воссоздать образ советской оживлённой коммуналки, где каждый может встать посреди главной комнаты и прочесть любимое стихотворение. На краю деревни старая избушка, там перед иконой молится старушка, молится старушка, сына поминает, а сын в краю далёком родину спасает. Любой творческий вечер здесь проходит в такой камерной и душевной атмосфере. В праздничную программу вошли не только литературные и музыкальные номера, но и театрализованные мини-спектакли, в которых актёры исполнили роли восточной красавицы Шагане и самого Сергея Есенина. Этот светловолосый юноша с пылким сердцем похож на поэта, как две капли воды. Это время как раз таки его и сподвигло на создание таких разнообразных образов, которые и сейчас люди повторяют. Они восхищаются творчеством, они любят удивительные личности, о которой можно рассуждать очень много, очень долго. Сергей Есенин пронзительно тонко чувствовал время и всегда точно находил нужные слова, чтобы первым встретить весну, признаться в любви, отозваться на общую народную боль или радость. Революция, любовь к матери, прекрасные женщины, родные просторы и вечные поиски справедливости – вот ключевые темы, которые будоражили душу поэта. Не жалею не, саму не плачу, все пройдет, как смелых ягодей, улетает золото от мащебей, я не буду больше молодым. Только дома, в родном селе Константиново, поэт по-настоящему отдыхал душой. Не случайно его самые нежные строки посвящены матери и родному краю. Я вернусь, когда раскинет две двери, по весеннему наш белый сад. Только ты уж без нас в сердце не буди, как восемь лет назад. Женщин, любивших его, было много, а настоящей любви мало. Сам Есенин объяснял это так. Есть нечто, что я люблю выше всех женщин, выше любой женщины, и что я ни за какие ласки и ни за какую любовь не променяю – это искусство. Навсегда язык зуба затворится. Тяжело и неуместно разводить мистерии у народа, у языкотворца умер главный заблудыга в подмастерье. До сих пор остается неразгаданной тайна гибели поэта. Основная версия – самоубийство. Но некоторые исследователи биографии Есенина выдвигают и другое смелое предположение – убийство на политической почве. Гриф секретности с этого запутанного дела снимут лишь в 2025 году. Екатерина Стросветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».